патч ты не совсем въехал в мету еще нету четких фп героев либо они постоянно меняются либо они все примерно равны поэтому лучше иметь именно возможность закрывать драфт совсем что мы увидели в этой игре закрывается драфт героем алхимик и все тут он выигрывает один эту игру минут за 15-20 стоит еще отметить наверное то что немного было странно что оптика не взяли именно визгира прям сразу и потому что ликвиды это дело все пересекли но как-то драфт оптиков не получился в плане баланса прям хороший да да ну то есть как бы вивер отличный герой в этой мете и по моему мнению это тир-один герой в первой стадии бигов бана должен быть по-любому но тогда получается либо вы берете какого-то суппорта ну там вроде виверны может феникса в команду с вивером чтобы ну не пытайтесь на двух стульях усидеть то есть и виспа взять что а вдруг гиры не забанят и и вивер чтобы был к месту на виде мы уже драфту на самом разгаре венча пол спирит ферс пику ликвид и оптик забирает себе тени фуриона банок на данный момент находится мирана вивер фрескинг от тим ликвид и оптики забанили чантрес вис и феникс артур хотел сказать я артур артур негор как думаешь на самом деле вот эта нча она прям вот будет до конца турнира находиться в этих банах или от финала может даже поменяется что да да по поводу твоего вопроса я согласен полностью инча и вивер это по моему мнению герои либо фпшной либо в бане потому что они очень универсальны по линиям они очень сильны на этих линиях их апали и вот в этих метах где 212 они ну они не проиграют свои линии ну почти никому в два на два противостояниях с хорошим суппортом вот и то что я сказал во время драфта первой карты бруда на ласта на закрывающий в первой стадии от liquid это то самое чего я ждал еще в прошлой игре потому что бруда не было в бане оно было в бане во второй стадии liquidy поняли ага в первой стадии они не банят во второй банят возьмем в первой стадии на закрывающий Да, но еще важно ответить такой интересный факт, что, ну, по крайней мере, если доверяться Рамзесу, то именно Virtus.pro вот эту тему с брудой запустили и Liquid так ее подворовали, но, с другой стороны, Liquid, наверное, были в какой-то степени родоначальником вот этой бруды, которая появилась фактически во всех пабликах страны, потому что именно Matumba, вот я не помню, к сожалению, на прошлом интернешнеле была вот пару раз бруда или нет, но вот после интернешнла точно было пара турниров, когда Matumba прям запустил эту бруду и все начали ее отбикать, и брудавство в момент уже достаточно сильно поменялось, но тем не менее, герой фармит очень много вокруг мидлейна, потому что очень много сеток, но пауки хорошо фармят нейтральных компов. Покупается сейчас вообще замечательный артефакт придумали билл через Diffusial Blade, который работает замечательно против многих героев, и, в принципе, непонятно, чем остановить бруду, потому что многие герои как бы остановят на линию, но на камбэк SS леса. Да, действительно, бруда, на самом деле, на протяжении всей истории Dota 2 все время были периоды, когда она была очень крута, как минимум на Last Pick, или она на всех линиях постояла, ее брали против Соло Фуриона, например, линию стоять, ее брали в мид стоять против Templar, когда Templar еще не была хороша против бруды. Это сейчас Templar кубаня, чтобы ласпикнуть бруду, а тогда бруда контрила очень многих. Будет ли Никс немного опасно, на самом деле, потому что Тинни и Фурион, но тем не менее. Ну, я, честно говоря, небольшой фанат Никса, в отличие от Liquid. Потому что, ну, лично мне кажется, что Никс — это не самый сильный лайнер, несмотря на то, что у него много регена, все равно на линии такой себе боец он. Может, тогда Бэтрайдер, потому что, опять же, против Фуриона и Некрофиса мы видели последнюю игру на Вича, то давай, там, Бэтрайдера, всех старых ребят. Нет, на самом-то деле, знаешь, вот этот тренд был, как раз перед Интернешнл обсуждалось, то, что если есть Некрофос и Пугна в мете, то Бэтрайдер где-то появится обязательно, потому что этот герой, он очень сильно мешает этим двум героям, начиная с Ланнинга, заканчивая мидгеймом. Пока же появляется Earth Spirit для GH. Хороший выбор для Liquid, на самом-то деле, потому что он не раскрывает никаких карт. То есть, ну, как бы, Ромингур, Спирит. Ну, четверочка, да. На этом месте мог оказаться и Спирит Брейкер, и Тускар, любой герой, который как бы... И Никсу тоже, которого мы угадали. Да, или Никс. А для оптиков пока немного тяжелый выбор предстоит, потому что явно им не хватит Фуриона, Тинни и Некрофоса, чтобы выиграть эту игру, потому что Liquid еще наберут коров в случае чего. И, соответственно, оптикам нужно как-то себя обезопасить с точки зрения лейтгейма. И плюс, опять же, если это будет три кора, тогда непонятно, зачем им ласпик. Они же взяли первых три героя, а не первых три кора. Ну, скорее всего, это Фурион тогда суппорт, или четверка, или пятерка. Или Тинни-суппорт, на самом-то деле. Я видел, что Зай играл пару раз на Тинни-суппорте в команде оптик, так что может и Тинни-суппорт быть. Возможно, стоит иметь какого-то суппорта с АОЕ-прокастом, вроде Джакира, который не очень популярен на этом турнире. Ну, просто чтобы вот против бруды у тебя мог суппорт один прийти и спасти Тауэр. Потому что, ну, здесь Тинни неплохо спасает. Некр тоже нормально, но Пауки просто убегают. Вот, это один из таких героев, который может прийти и соло отпушить линию подальше, чтобы Паучиха не сломала тебе Тауэр на халяву. Как думаешь, будет ли Ликвид брать Бэтрайдера? Потому что у оптиков есть закрывающий. Как бы Бэтрайдера рискованно брать, но с другой стороны мне все больше и больше нравится. На этом турнире Ликвид вообще его использовали? Да, вот последняя игра в Гугловой стадии как раз А, это там, где Рикки Мару был, да? Да. И там вот как раз тоже была Пугна Некрофос у вражеской команды. Не помню, против кого они играли. В Экже Тандер, что ли, или Вичигимин. Ну, не суть важная. Суть в том, что вот они взяли как раз Бэтрайдера. Ну, в целом Бэтрайдера можно взять, только одна проблема. Некрофос, он не привязан к линии. Он может встать на любую другую, и тебе придется пересвапываться. Да, конечно, ты можешь пересвапываться, потому что у тебя есть Эр Спирит, который, в принципе, герой довольно мобильный, и может легко перетянуться с одного края карты на другой. Но, не знаю, не знаю. Как по мне, Бэтрайдер просто герой не настолько надежный. Ну, давай, хорошо. Он хорош против вот Фуриона по игре, против Некра на линии, да. Но, если ты с линии не угадал, тебе будет не так здорово. Ну, хорошо, давай по-другому подойдем к этому вопросу. Что будет за Миракла? Есть Бруда для Матумба. Что будет для Миракла? Так, так, так. В рискин, в бане. Ну, да, получается, Миракл пойдет сейчас в легкую, а Матумба в мид на Бруде при любых раскладах. Против Фуриона Терраблейд, может быть, какой-нибудь. Но опасно, нет, точно не Терраблейд. ПЛ тоже так себе на самом-то деле. Некрофосы и Тинии достаточно хороши против ПЛ. Ну, да, ОЕ достаточно оптиков. Поэтому, что ТБ, что ПЛ смотрятся так себе. Да, может, они Спектру на самом деле тупо возьмут и все. Неплохой вариант на самом-то деле. Ну, как минимум два уже слабенькие героя против Спектры. Это Фурион ЦМ, Некрофос против Нолифайра потенциального, которого можно купить либо на Бруде, либо на Спектре будет страдать. А, все-таки Бетрайдер. Но я, кстати, все равно верю в Спектру, потому что теперь Бетрайдер, это вот крутая будет комбинация Бруда, которая идет в мид, выкачивается, она получит много фарма за счет этого. Она будет первые минут 25 спейсить, потом Бетрайдер за счет Блинка с 25 по 30, ну, 35 условно, а дальше Спектра засекьюрит вам лейтгейм. Ну да, нужен какой-то герой, который выиграет игру для Ликвид, потому что пока Бетрайдер — это развлечение, Бруда — это неполноценный надежный кор, это здоровский герой, который выформит свое в любом случае и будет семикором. Кстати, могу еще сказать, может быть какой-то Ликотроп появится или Ликвид, потому что Некра нападает на Некрофоса приятно, и под Бруду комбинация не самая плохая. Вот может быть еще Ликан, я поверю. Да, Ликан, Бетрайдер — это из той же эпохи комбинации, что и в прошлой игре мы видели Лича с Абадоном. В принципе, да, рабочая схема была, что ты рано захватываешь инициативу, ломаешь вышки, Бетрайдер инициирует, разводит врага на драку, ты выигрываешь драку, выигрываешь игру. Да, а вот для оптиков на самом деле тяжелая ситуация, потому что, ну, Некрофос и Литини уже пойдут, вероятнее всего, в мид, как я сказал, три коры играть Некрофос, Тини, Фурион — я не думаю, что они захотят. И вот вопрос, какой же кор будет перебивать Бруду и потенциально еще второго героя какого-то. Мне в голову пришел тераблейд для оптиков, но он плохо по линии здесь будет. Забанили Рики. Респект. Не знаю. Я думаю, что оптики решат свой пик уже после пика Liquid. Ну, то есть после спектры. Слушай, ну, как ты сам говорил, я, кстати, слышал, как ты комментировал, что варианты ты продумаешь немножко заранее, верно? Да. И вот ты забанил Рики, ты держишь в голове, что, возможно, спектра. Соответственно, если спектра... О каком-то Сларке можно задуматься. Там, между прочим, играет Пайкат, который, наверное, раньше всех на прус-сцене начал играть на этом герое. Кстати, против Бэтрайдера еще сверху. Ну, Сларк, Бэтрайд... Против Бэтрайдера, против Винги, против Паука, в конце концов. Ну, вот Паука, на самом деле, неприятен Сларку, потому что ты не можешь прям трейдиться-трейдиться с Брудой, если у тебя нет Shadow Dance. А если ты будешь нажимать Shadow Dance, чтобы потрейдиться с Брудой, но она отбежит, вероятнее всего, через свою БКБ или что-то в таком духе. Здесь немного сложновато. Плюс, на самом-то деле, Бэтрайдер не прям плохо стоит на линии против Сларка. Здесь от второго героя сильно зависит. Ну да, Лайн, конечно, Лайн, конечно. Банан Химика от Liquid. Ну, в какой-то степени интересно, но я подозреваю, что какая-то мета у нас появилась на турнире, что Алхимик хорош против Бруды, но появляется Урса. Урса хорош против Некра. Вот, это я выяснил. И появился Пэл, я, судя по всему, по последнему звуку копья услышал. Появляется Пэл для оптиков. И вот интересно, на самом деле, потому что не сказать, что здесь для Пэла сложная игра, потому что врага очень мало у Е. Но, с другой стороны, если на это все дело посмотреть, то есть Урса. А Урса иногда, она может и забашить, а может нажать один раз удар настоящего Пэла, и его потом будет все время видно. И за счет этого ты как раз таки можешь убивать этого самого Пэла. Ну, еще добавляем сверху Урспирит, конечно же, есть. Ну, и Бэтрайдер. Ну, не знаю, на самом деле, Бэтрайдер, наверное, не прям балл против Пэла. Вот Урса, кстати, довольно занятный пик, но проблема в том, что четкого лейтгейма у Ликвидов нету. Им нужно заканчивать игру относительно рано. То есть они могут играть длинную игру, но против пика оптиков, мне кажется, им это невыгодно. На Ликвидов или на оптиков? В этой игре, наверное, все-таки на Ликвидов, потому что они в себе уверены, а вот оптики все-таки, мне кажется, немножко подавлены предыдущей картой. И в ранней агрессии, в ленинг стадии, мне кажется, Ликвиды просто посильнее. Они на скиле переиграют, и будет, наверное, после этой карты 2-0 в пользу Ликвидов. Я согласен с тобой. Давай, наверное, передавать слово нашим комментаторам. Мы надеемся, что, наверное, матч будет три игры, чтобы посмотреть замечательную доту. Ну, а комментировать этот матч для вас будет Виктор и Виталий. Спасибо огромное, Артем. Мы с Витей возвращаемся в наши комментаторские места. Ты знаешь, вот самый большой плюс того, что ты работаешь на мейн-ивенте, это то, что мы вот с тобой между картами можем выйти в коридор на улицу и посмотреть, что происходит. И да, мы там общались, конечно, с командой «Витус Про» на тему первой игры, но суть в том, мы проходили мимо вот места, откуда выходят игроки, и мы увидели, что PPD просто сидит на полу. Один сам, один сидит и думает, что же произошло. У них нет телефона, у них нет ничего. Он просто сидит и думает. Потому что вся остальная команда вышла на улицу. Видно, что этот матч очень сильно ударил по оптикам. Очень сильно. Он и должен был подкосить, потому что слишком быстро PPD перепикали, а он считает себя очень уверенным пикером, так сказать. Здесь, кстати, он отдал дань уважения Мираклу и забанил Рики Мару на всякий случай. Решил обезопаситься, потому что все намекало на то, что Рики может опять появиться. А Миракл на нем, если что, максимальное количество фрагов своих нащелкал. Это да, это да. Да, на самом деле, на этом турнире, в отличие от саммита, если вы смотрели саммит, вы помните, оптики там тестили тренера, бывшего игрока, одного из любимых игроков Виктора Дубу, корейского товарища. Но не остался он с командой, и это одна из немногих команд, которые на этом турнире по факту без такого четко выраженного тренера. То есть, если мы уже давным-давно привыкли, что Куру пикает не просто один, Куру пикает место и с Хином, еще с одним корейским игроком, чемпионом International в составе Liquid в прошлом году в роли тренера, то PPD, в принципе, пикает один сам по себе. Ну и, понятное дело, Питер этот драфт надолго запомнит. Сейчас нужно, нужно ему собраться, можно еще вспомнить про то, что весело Liquid подкололи оптика перед матчами в Твиттере. Но это такое, 89 игр, которые оптики играли, выиграли на НТ, они сыграли на секонд-пике. Эту игру в отличие от первой. Оптик драфтили именно на секонд-пике. Пайкат, Пайкат пытается убежать. Смотрим, разводит Пайкат, разводит. Браво, 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 Пиджей! А как же после Клэпа-то не поняли, где настоящий? Ну... Это было круто! Such simple minds! Уже, ребята, какие вы глупцы! Не за чем вы побежали. Игра начинается уже весело. Аллакат, мат-атак, нормалин, нормалин, 1-0 в пользу Liquid. Мы продолжаем с вами смотреть первую серию The International 2018. На этой карте не получится выехать за счет одного героя. Здесь нет никакого алхимика, который оторвется по фарму X2 или X3. Подожди, Витя, подожди. Здесь есть... Да, да, здесь есть Матумба на бруде. И он, в принципе, может створить тоже чудо. Обожаю его исполнение на бруде. Да. Он как раз таки показывал, наверное, как правильно это делать, а все остальные бруды повторяли или пытались. Да, у нас есть два ромки, да, на брудмазер Резоле Рамзес, которые невероятно хороши на этом герое. Но все-таки лично я для себя считаю вот той самой оригинальной брудой именно бруду от Матумба Мэна. Он фактически первым начал играть вот ту самую бруду. В миде, в легкой, неважно. Которая забавляет, скажем так, соперника. PPD. PPD страдает. PPD. Патавр дает за PPD и оставляет фрусблат Мираклу. Еле живой, но отбивается уже фласочкой Earth Spirit. Зай пытается за Фокс Миракл. Еще один там пошел клэп. Но тут 33-й. Тут 33-й. Пошел бодиблок. Долетает до Миракл. Он отъедается тангустом. Поэтому Регена должно хватить. Бежит отсюда Миракл. Пенек его преследует. 33-й тоже. Еще одна тычка. 33-й будет ли под спам? Будет. Под спам минус Миракл. Хорошо. Очень хорошо разменяли. Но проблема в том, что 33-й теперь оказывается здесь. И надо будет как-то его выдавить. Потому что это, по сути, вот такая вот трипла с четверкой заем. И против триплы стоять своей агрессивной триплой не так уж и легко будет. Хотя, с другой стороны, вот это то, что я люблю в нынешней доте. Что мы привыкли 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1. Все матчи. 90% матчей играется так. А здесь агрессивная трипла от Liquid против такой себе защитной, но очень-очень-очень боевой триплы от команды OptiGaming. Да, Liquid нам хотелось бы, наверное, нападать и убивать. Тут есть станчики, есть контроль, есть замедление. Но сейчас нападать не получится. У Фуриона очень хорошая тычка с руки. Опять же, постоянный подхилл от Некрофоса. Трудно будет пробить. Майнконтрол должен выфармливать. У него здесь полный фрифарм против Пайката. Пайкат уже затарился стиками. Есть Доппельганг. Должен неплохо себя чувствовать против битрайдера. Ему тут будет, конечно, веселее, чем на топе. Это однозначно. Там отправили страдать куна. Пусть себе там на Некрофосе страдает. Ну и сразу обращаем ваше внимание на крипстат Тинни. И просим не обращать на него особо внимания. Потому что, поверьте, будет у него очень много крипчиков. Это против бурды, когда ты стоишь в миде на героях типа Тинни, Манки, Кинга и так далее. Ты формишь огромное количество Пауком. Но не забываем, что из них дают по 3 голды. За больших по 9. То есть это небольшие деньги. И даже если цифра будет большая, то в деньгах, соответственно, это не так выгодно, как убивать простых крипов. Будем ровнять их Панетворцу когда. Да. Можем смотреть на него. Миракл пытается пенечка замучить. Вей оф террор. Денает. 33-й. Не отдаёт пеньков. За них вот золото как раз таки дают довольно много. Так что лучше не отдавать. GH катится подальше. Так и есть. Спасся. Бегством. Ну, распалась моя мечта. Распался постоянный 3 лейна 3 лейн. Мы видим, уходят всё-таки по одному саппорту на нижнюю линию. ППД будет саппортить Пайката. Майнконтролу будет помогать здесь GH. Нужен левел GH. Хотя, на самом деле, мне кажется, с Майнконтролу можно было бы и одного против двоих здесь оставить. В принципе, я думаю, справился бы он. Здесь проблемы у Зая. Зай пытается закрыть себя от Миракла. Не, получается у него. Пытается улететь. Последний удар. Улетает Зай опять. Да как ты это делаешь, зайчик? Пайкат. Погибает. Майнконтрол. Пошли ещё стаки на ППД. Теперь рядышком находится GH. Горит ППД. Под вышку неохотно идти, наверное, Майнконтролу. Получит там колбу. Да. Лучше отступить. Ну и ППД отпивается флаской. Опять не хватило одного буквально удара, чтобы отправить Фуриону в таверну. Ну, в любом случае. Фраг на Пайкате, конечно же, выгоднее. Куро. Проблемы у него. Стопит. Стопит. Здесь пеньками его Зай. Тут же есть Урса. Куро ещё два удара нужно приблизительно. Но не получается. Не получается 33-го угнаться за капитаном Тимликет. Снизу опять экшн. Снизу опять лютый экшн. Смотрим. Проседают оба. ППД и Пайкат. ППД должен сгореть. Здесь однозначно. ППД сгорает за Пайкатом. Нужно гнаться. Пайкат. Один стак на нём. Пытается зря из Майнконтрола. Получается у него разменять. Ну и, наверное, этот размен всё-таки выгоден для оптик. Вот непонятно, если честно. То есть Бэтрайдер, который получает фраг, получает чуть экспириенсы, подкачивает там GH. Пайкат-то так и так будет фармить. То есть, ну, он всё время будет стоять на XP. А вот Бэтрайдер, как только получит шестой, он должен будет смещаться. Матумба уже в лесах. Подфармливает здесь Кентавров. Без печали. Есть сейчас пятый уровень. Покупаете в лайтстоун. Тараж медальки. Ничего удивительного нет. Абсолютно стандартная игра Матумба Мэна на топе. 33. Пытается выхилиться. Мираклу больно. Есть Клэп. Есть один стак. Есть второй. Еще один удар от Миракла. Смотрим. Стопит сам Куро. Миракл. Миракл. Миракл уже отпился. Здесь Майн Контролл всё-таки выживает. За это Миракла никак загнать не может. Ну, и это проблема, конечно, для оптик. Они Баунти Руну отжали. Пятая минута. Они выгнали оттуда Некровса. Выгнали оттуда ЦМку. И сейчас можно забирать Баунти Руну. Неужто четыре достанутся Ликвидом? Ой-ой-ой. Посмотрим. Посмотрим. Да, мы видим, забирают на нижней части карты. GH забирает одну. Куру забирает другую. Ну, и здесь тоже две руны лежат. Сейчас Куру заберет третью руну. И GH забирает четвёртую руну. Четыре руны на пятой минуте достаются Ликвид. Как же они контролят эти руны? Статистика с первой карты. Не забываем. 59% рун забирают они. Я думаю, на первой карте не забрали больше, чем 59%. По-моему, да. Ну, и здесь... Там разрыв был жёсткий, конечно, за счёт алхимика по золоту в основном. Так, ну что? СССи. Опять Тини. На центральной линии. Шестой уровень получил. Панетворца, мы видим, всё неплохо. 2500. Чуть обходит Бруду, но Бруда своя возьмёт. Это факт. Ну, здесь пока более-менее комфортно себя чувствует Пайкат. Что-то там подфармливает. Да, конечно, на пятом месте по Нетворцу. Майнконтрол вообще в шоколаде. 2800. Топовый Нетворц сейчас. Опять-таки, не самый частый гость. Бэтрайдер у нас на этом турнире. Да вообще в этой мете. Но, мы видим, справляется пока неплохо. Майнконтрол со своей задачей. Во-первых, хихарасит и убивает. И не дают спокойно фармить Пайкату. В общем, работа идёт. Работа идёт. Всё нормально. Пайкат на нижнюю линию. Отпурённая, если не ошибаюсь. Зая. Атака на Майнконтрол. Файерфлай будет только через 6 секунд. Пытается убежать. Убежит. Пайкат. Фантом Раш. Сократил дистанцию. Пошло копьё, но уже нет. Там рейндропы есть. Майнконтрол здесь не пробить. Слишком он силён. У него ещё и стики имеются. Ну и в итоге здесь опять три героя на нижней линии. Пользоваться, наверное, нужно ситуацией. И агрессировать на топе. Ну что, Пайкат. Пипеди. Опять подставляется подстаночно. Отгорит. Файерфлай работает. Несмотря на то, что есть Колбов. Сгорает здесь Пипеди. Решили ещё и на Зая напасть. Майнконтрол. Они здесь сгорят. Чувствуют уверенность себя. Два стака уже есть. Успел кинуть в улыжник. Догорит. Здесь ещё и Зая определённо. Зая отправляется в таверну. Даблкил. Шестой уровень. Ну смотрим. Пытается. Пытается улететь он отсюда. Майнконтрол. За ним Пайкат побежал. Будет ли какая-то хелпа? Нет. Майнконтрол просто на ноге. Пытается отсюда уйти. Первое копьё залетело. Майнконтрол. Бежать дальше. Майнконтрол на развороте. Отбросился флеймбрейком. Жив. Цел. Здоров. Орёл. Всё нормально. Как же он душит эту линию. Ой, а у нас на центральной линии там смотри. Синси почти вышку уже спилил. Пользуется моментами, когда Бруда убегает в лес. Опять атака. Пипеди. Возвращается на свои ЦМки и снова сгорает. Как здесь стоять я пока не понимаю. Лучше сюда просто не возвращаться. Седьмой уровень Бэтрайдер. Да. Это многовато. Уже наумирал здесь Пипеди. Ты посмотри на Нетворс. Пипеди. Триста. Пятьдесят Нетворса у него. Ну, понятное дело, Кристалл Мэйд. Позащен Пайп. Неважно, какой там Нетворс на самом деле. Но то, что он подкармливает очень сильно. А сюда пошёл Зай. Зай. Зай драться. Нормально. Нормально. Он говорит, будем сейчас побеждать. Тридцать три пытается убить Миракла. Миракл пошёл просто балл ин. Есть тики. Миракл. Ещё несколько ударов нужно сделать. За Винга будет листан. Миракл спрятаться сейчас в тень. От тридцать третьего он уходит. Он понимает, что мог умереть. Теперь проблемы могут быть у Куро. Беньками его не подстопили. На развороте. Миракл отпился. Тут уже ТП летит от Фуриона. Надо быть поосторожнее сейчас с Ликвидом. Пытается не загнать этого тридцать третьего. В ёлках он спрятался. Есть Вижен. Есть Вижен. Шестой левел. Будет коса. Не дают. Не дают ему дать косу. Смотрим. Сможет ли что-то сделать. Тридцать третий отгоняет Куро. Вот она коса. Зай. Всё-таки Куро. Убьют или нет? Убивает Куро на развороте. Миракл закрыли его. Есть у него всё-таки чем прогрызть. Но он застопился здесь. Мираклу очень неприятно. Миракл пытается убить Зай. Ещё один удар. И всё-таки не убивает. Как круто. Кайтл Миракл ждал, когда тридцать третий прожмёт. Сначала под хилл. Потом даст косу. Всё время атаковал. Нападал. Но не было шестого уровня. Этого и не хватило. Ой. Промазал Джейдж. Не попал булыжникам. Пипетит третьего уровня. Майн-контрол отступит. У него транквилы. Он отходит ненадолго. Нарегенился до фула. Опять заряженные стики за счёт спама, цемки и копья. И он снова боеспособен на линии. СССИ забрал вышку. Как-то прошло это мимо моего внимания. Простите. Но Таврс в миде уже упал. И мы видим, что в этой игре Тинни чувствует себя очень даже неплохо. Несмотря на то, что Матом Бомайн довольно рано убежал в леса и не фидит паучками. Ну, как не фидит паучками. Не даёт СССИ набирать огромное количество денег за счёт фарма пауков. Всё равно дела у мидера команды Optic Gaming очень даже хорошо идут. Пайкат. Приходится уходить на Доппельганги. Пытаются всячески помешать здесь фармить эти стаки. Но как помешать Бэтрайдеру? Седьмой уровень. Сейчас будет уже восьмой. Он должен забирать эти денежки. Пайкат. Сюда ещё СССИ потянулся. Они хотят. Ультимейд Фуриона. Залетает. Да. Стаки достанутся. Зай. Зай. Пытается закрыть. Не получилось. Закрыть. Положник. Попадает Зая. Ну и на этом, я думаю, атака закончится. Space Created. Брудмазер продолжает чувствовать себя великолепно. Пока мы толком от Умбомена в игре не видели. Подформил Лиса. Подформил Линию. Ещё подформил Лиса. 4400. Понемногу выходит в свои нужные артефакты. Ну а Зай. ППД. Пайкат. Может быть постараются как-то поддавить тавер. Я не знаю, что у них в итоге получится. Я думаю, что скорее всего ничего. Потому что герои не самые крутые для убийства выше. На топе сейчас должны отжимать Баунтируну. Прилетает сюда снова Майн Контрол. Видят ППД. Майн Контрол, кстати, решил не играть через Быстрый Даггер. Будет играть через Вангард. Правильно. Вот она Лассо. Довольно интересный мув. Смотрим. Есть ТП. Также от Винги. Пайкат просто рассыпается. ТПД ничего не может сделать. ТПД у него нет маны. Тут же Винга есть план. Легчайшие два фрага для Майн Контрола. Секундочку в секундочку затаймили контроль. Лассо. Булыжник. Сайлент. Не дали возможности вообще ни на секунду выйти. Провезать Доппельганг. Уйти из подстаков и так далее. Очень круто сыграли сейчас. Согласен. Действительно. Классно. Классно. Здесь был мув. Вообще каких-либо вопросов нет. Шикарно сыграно. Ну и преимущество небольшое у Ликвида имеется. Зая СССР. Здесь Матумба видит происходящее. Вот он. Вот он GH. Вот он стат. Пытается скрыть СССР. СССР довольно жирный. Закрывает Матумбу, но не хватает у него здоровья. Он должен здесь погибать. СССР погибает. Тут же свап. Зая цепляет. Зав. Никуда. Зайчик отсюда не уйдет. Даблкил Матумба Мэн. Добро пожаловать в игру, Лассе. Ну и сейчас можно попробовать забрать еще и вышку. 25 секунд. Все-таки не будет Тинни. Наспамить Пауков чуть-чуть. И грызть. Все слишком хорошо для Ликвида сейчас. Матумба думает, что лучше пофармить. Может быть это и правильно. 33-й. Восьмой уровень. Есть Фейзы. Есть Войтсон. Собирает Юл. Он понимает, что в какой-то момент в него будут вгрызаться. Надо иметь какой-то сейв помимо вот этого гаста встроенного. И лучше собрать Юл. Все правильно. Сложная, сложная ситуация. Оптик никак не может получить нужный лвл АППД. Никак он не может помочь Пайкату. Пайкат погибает под товарами. Ну пока мы... Вот так. Попытка. Попытка Майн Контрола убить. Ой, вот он булыжник по твоим. Да как же ж ты играешь-то? Закрывает займ Майн Контрола. Пытается дальше улететь. Пайкат уже очень битый. Пайкат очень битый. Осторожно Пайкат промахивается. Джейдж. Пайкат все-таки уходит отсюда. Джейдж. Я просто не знаю. Вот отдайте ему MVP уже прямо сейчас. Блыжником открывается. Пруты в ту же секунду, как только закрывают Бэтрайдера и пытаются унести ему хоть какой-то урон. Там Дифижел Блэйд появился у Бурмаза. Вангвард уже имеется у Бэтрайдера. Его бить ручками... Бесполезно. Он просто регенит. Смотри, вот он стоит в кустах. 28 ХП Регина в секунду. Он стоит, ждет и фуловый снова возвращается на линию. Снова так на Т1. Он готов летать сюда. Он реально готов летать. Есть ПРТ. Они получили Вижн. Он не знает, где находится Бэтрайдер. Пошел Майн Контрол. Просто отгоняет крипчиков. Забирает их на себя. А он их не боится. Он их просто-напросто не боится. Он готов дальше делать все, что нужно для того, чтобы защищать этот тавер. Тем более, был проюзан только что глип от оптиков. Крипы немножко пожили. Для Майн Контрола это только в плюс. Глип, конечно, был проюзан, чтобы в мидиматомбане сгрыз вышку. Но все равно Майн Контрол нужные мувы здесь делает. Очень сложно сейчас оптик. Нужно что-то придумывать. Непонятно, с какой стороны к этому подходить. Мы видели, что у PPD только в мечтах, пока тапок. У него даже нет в инвентаре этого. Я даже не представляю, каково это без тапка играть против Бруды. Это жуть. Ты вообще не двигаешься. Ты никуда дернуться не можешь. Ты стоишь на месте. Ну, пока мы видим, Бруда еще сюда не добиралась. Пока пытается как-то справиться с Майн Контролом. Вот он Hero Damage на данный момент. 7000 Hero Damage у Майн Контрола в этой игре. 7000 в эту секунду. Это больше, чем у Тинни и Фантом Лансера вместе взятых. Так все основные стычки происходили на ботами у Бэтрайдера. Так что ничего удивительного. Опять Армора еще берет вдобавок к Вангварду. Ой, как же он будет танковать. Он видит, что Фурион только с руки. Фантом Лансер в основном тоже только с руки. Готов принимать дэмэдж. За 6 уровень. Отстает Фурион. Даже Куро выше уровнем. Ну, Тавр в миде должен сейчас падать. Да, Матмум подскорезает его. Переключается на Пайкат и просто отгоняет Пайкат подальше. Вот он, медалька на голову Пайкату. И просто отбегать. Отбегать. Не спешить. Все нормально. Есть Diffus Blade. С Пармом дела идут хорошо. Можно сменить линию? Можно. Можно пойти в топ, например. В топ или ботом. Да. Тут я вижу, Майн Контрол продолжает держать оборону Т1. Ни в коем случае не хочет отдавать Тавр. Булыжник пошел. Останавливают Крипчиков. Здесь же Фурион. Но сейчас должны. С этого захода должны забрать Т1. Уже здесь не за дэп. Все-таки четыре героя. Куча пеньков. Решили вступить. Он пошел на разведку. Он без тапка. Очень быстрый. 278 мувспида. Сталили с ушей. Он умудрился. Имея 278 мувспида на Crystal Maiden без тапка. Спалить смоб в чужом лесу. Это гениальный плей на самом деле. Как ни крути. Но. Но. Походу они не поняли сами оптики, что произошло. Миракл. Вижу, но у них есть. Есть даггер. Есть даггер. Сейчас начнется экшен на карте. Должны в первую очередь забирать Рошана. Они имеют преимущество. Имеют небольшое. 4000 по золоту. Но по героям ты смотришь. Боиспособность как-то повыше. Фурион пока не особо пробивает. Тини наверное с раскаста никого забрать и не сможет. А Рошан уже падает. Ну что, не пойдут вообще никак. Очень далеко отсюда. Ну и вот оно падение Рошана. Даже без Урсы они его по факту убили. Урса подошла только под самый конец. И получает 10 левел. Получает первый талант Миракл. С маной проблем теперь быть не должно. Экшен должен быть. Потому что все очень хорошо у Бэтрайдера. Есть блин на Урсе. Есть хорошие шмотки у Матумба Мэна. Ну и давайте смотреть. Там кстати есть блин Кутини. Вот он блин Кутини. Прыгает на Вайн Контрол. Да ему вообще все равно. Ему просто все равно. Смотри. А это минус 7-7-7. Он просто сгорит. Так и есть. Булыжник. Пошел. Попадает по ППД. Свап. Это просто разнос. Они дефают Т2. Они готовы драться здесь. Теряют коров своих оптик гейминг. А Егис по-прежнему на бруде. Ну и сейчас Матумба наверное будет вырезать всю карту. Какой шикарный еще и айтем билд на Майн Контрол. Пайкат пытается что-то сделать с Матумбой. Но надо просто ему убегать и все. У него появился Кримзон Гвард. Кримзон Гвард это опять-таки огромнейшая проблема сейчас для OG. Если они будут пятером. Те самые пеньки это уже беда. Иллюзии это беда. И дэмэджа не будет хватать. Майн Контрол пока отыгрывает великолепную серию. Что на первой карте бегал с Гадлайком. Что сейчас мы видим отыгрывает то что надо. Ну а баунти мы потом посмотрим статистику. Аэгис имеется у Бруды. Есть время немножечко и так далее. За групповую стадию Ликвид забирали в три раза больше Рошана. Это не удивительно. Они же всегда контролят карту. То есть у них упор на это сделан. Они всегда контролят баунти рун. Они контролят Рошана. Они получают максимальное преимущество которое можно... Зай. Зай или 33. На Зая прыгает. Моментально пытается его бить. Зай ничего здесь не сделает. Абсолютно ничего не может сделать Зай. Они контрол. Еще и пеньки будут гореть. Да. Ну и осада должна быть. Матумба. Развлекает пока там. Формит вражеские леса. Мы видим девять стопы Нетворсу. Снова впереди. Обгоняет Тинни на очень-очень много СССР. Подошел. Джейдж рядом. Пайкат. Будет ли станчик. Есть станчик. Сгрызли. Ой-ой-ой-ой. Знает Матумба, что здесь СССР. Пытается в него вгрызться. Пошел Эваланш. СССР как-то жить. Есть ТП сюда от 33-го. Отгоняет подальше отсюда Матумба Мэна. Но это максимум, что они смогут сделать. Вот так вот при ТП просто подсейвить кого-то своего. И то мне кажется, если бы Матумба пошел бы дальше, они вряд ли бы его остановили. Нужна Кираса и БКБ. Вот тогда пойдут в 33-й. Ой, там в Миде скорее все сейчас будет килл. Тут СССР пытается бить кур. Ну наконец-то оптики зарабатывает фраг. Ну а в Миде там под тавр уже задавливают и задушивают здесь 33-го. Додушивают. Матумба Мэн. Доминейтинг. И Т2 будет страдать. 7000 преимущества на 18-й минуте. Друда 10к. 7500 кубит райдера. Как же хорошо все у них работает. Очень здорово комбинит они. Очень здорово. И это при том, что мы в игре пока особо Миракла не видим, который там живет на топе, купил себе даггер, помог с Рошаном и опять ушел на топ. То есть ему как бы ничего на этой карте не надо. Вот он сейчас ушел в вышку. Сейчас, кстати, два тавра одновременно практически падают. Тут еще деньги в копилку Liquid. 9000 в какой-то момент загорелось. Но вернулось на 8. Много-много-много. И показывают нам постоянные камеры игроков. Обратите внимание, насколько напряжены лица оптиков. И показывали нам буквально майн-контрол. Вот сейчас он разговаривает. Но когда он не разговаривает, он просто улыбается. Он понимает, что игра идет просто волшебным образом. Да его тут убить невозможно. Как этого героя сейчас убивать? Он еще худ-дефайенсы собирает. Когда у него будет худ-кримзонгвард либо пайп-кримзонгвард, это же все. Он просто игнорирует даггера. А зачем? Ты можешь идти первый танковать, и кто к тебе подойдет, того ты как бы и утащишь. Да, да. То есть, ну, тут интересная задумка. Вот такие энигмы иногда появляются, которые тоже играют грифсы, кримзонгвард, какая-то кераса. И ты просто идешь танковать. Можно не качать Black Hole в принципе, потому что он не нужен. Вот он смог, это оптика, пытается что-то сделать. Появился диффуза. Можно поймать Miracle. Вот видит Miracle и тут же… Ну, это Miracle. Это Miracle, да. Его не поймать такими простыми гангами. Дает информацию, что, ребята, у меня тут много. Давайте его где-то там надавить, чтобы они сместились, и я продолжу движение по топу. Ну, и тут же сейчас будет атака на ботом, я так подозреваю. Смещает сюда Матумба с паучками, и можно забирать Т1. Да, просто вот так вот грызешь. Вообще без проблем. Т1 Tower. Глифт, конечно, хорошо, но он спасает все на несколько секунд. Ну, а дальше защищать эту вышку нет никакого смысла. Почти готова Асал Кираса у Матумба Мэна. Очень скоро он вместе с Кирасой, вместе с тиммейтами пойдут на Т2. Ну и то, о чем ты говорил на первой карте. Ликвиды никогда имеют такое преимущество. Они не стоят, они не тупят, как некоторые команды. Они просто идут и выигрывают игру. Вот здесь, кстати, плюс для оптик, что появились Diffusual Baby. Вот свап Пайката. Тут же влетает GH. Всегда там, где надо. Есть Яул. Пошло лассо по Пайкату. Надо постараться как-то затаймить. GH. Магнитайз. Пытается уйти отсюда Пайкат. Булыжник опять по двоим. Тут же Зай. Есть Crimson Guard. GH. Могут быть проблемы. CCNC тоже рядом. Но тут Liquid ворвались слишком далеко. Только сейчас подтягиваются тиммейты. Вот он CCNC на Miracle. Miracle очень больно. Мирacle на развороте начинает драться. Жизни две у Miracle нет. Две жизни у Матумы. А Матумы там грызет T2 Tower. Так что он не с командой. Как они все выжили? Я не знаю, сколько времени они тут выиграли. Но, правда, Mind Control могут убить. Пытается он отлететь. На шрайне ждет его Miracle, чтобы уже отпить. Да, Mind Control исполняет ману. Станчик пошел. Неужто еще и Кура отсюда уйдет? Нет. Он получает бревном в глаз. 33-й. Пытается уйти. Flame Break. Должен здесь погибнуть. Спрятался. Нажал стики. Почти фуловый. Но в это время Матумба уже находится на ботами на Т3. Гнать, 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 гнать. Сейчас надо гнать. Нету двух саппортов. Но самое главное, как-то постараться дилейть вот эти телепорты, чтобы Матумба сейчас Т3, но забивает просто-напросто на PPD. Свои тиммейты и правильно они делают. Матумба там погиб параллельно. Потому что попытался слишком нагло сыграть. Но и накрывает его. Накрывает его косой. Оптики зарабатывают три фрага. Забирают Tower. Отбивают пуш от Матумбы. И вот это вот первый глоток свежего воздуха. 60. Узай. Не успел. Не успел. Есть УД на курьере. Он улетает отсюда. Я вообще не понял, почему ликвиды в три саппорта. Ну точнее, ладно, не саппорта. В два саппорта и в оффлейнеры решили напасть и подраться против пятерых. А почему бы и нет? Я не вижу вообще никаких проблем. Ни одной причины. Почему бы и нет? Да. Почему? У меня вопрос только, наверное, зачем изначально Эгис брал Матумба Мэн. Наверное, это такое. Это другой вопрос. Был бы он у Урса, было бы населее. Наверное, я рассчитывал вот так играть. То есть, если его даже под три зацепятся Эгисом и убьют разок, то он потом заэскейпится. Возможно. Возможно, тут ты прав. Ну, поглядим, как дальше будут играть ликвиды. Немножко потеряли они сейчас времени. Потому что больше минуты в таверне сидит Матумба Мэн. Она из самых основных ударных сил команды. Ну и наглеть дальше не стоит. Хотя, вот даже когда они видели, что оптики их, скорее всего, убивают, что оптиков здесь больше, все равно сколько же времени было выграно. Ушел куда-то далеко GH. Катался там по лесам. Его бегали 30 секунд гоняли. На Кура потратили миллиард спелов для того, чтобы его догнать и убить. То есть, ну, оптики пытаются что-то сделать. Конечно, сложно-то драться против них. Все-таки решил купить даггер Бэтрайдер. Надо гоняться как-то за Фурионом, который начинает сплитпушить. Да, вот Зай играет в сплитпуш. Толкает топ, улетает на другую линию. И приходится гоняться за этими пеньками. Миракл, конечно, через Клэп с ними справляется. Кстати, много денег он получает за счет этих пеньков. Среди гриппчиков приходит и уже почти готово БКБ. Да, ну, с БКБшкой, конечно, будет чувствовать он себя поувереннее. Здесь главное это некрофос, главное это лишение маны от байката. Надо как-то с этим бороться. Ну, прекрасно всёмирно понимает. Тут смоуки. Может быть, успешный смоук, но это всего-навсего Куру. Хотя его убить тоже хорошо. Забрал дерево здесь с Сенси. Ну, куда он был, наверное? Непонятно. Я вообще думал, что Фурион присоединится и даст какие-то спруты. Ну, пока, видимо, успокоилась немножко игра. Оптики чуть-чуть подфармливают чужой лес. Поставили они здесь варды. Видят, что к чему происходит. Будут знать, если кто-то сюда забежит. Пытается как-то забрать контроль над картой. Кстати, вардов у них довольно много сейчас стоит, в отличие от Ликвидов. Ликвид там вот глубокий-глубокий вард стоит наверху при заходе на Т2 тавер. Ну, и вот рисуй план, что нам нужно поверх пробежаться сейчас с этим Ликвидом. Ну, это последний внешний тавер, его надо забирать. Матумба. Какая встреча с Сенси. Нажимает ультимейт, начинает грызть. Матумба. Надо отхилить. Ну, там Шрайн есть. Не стоит дойти. А зачем? Сейчас ведь будет колба. И на развороте. Майнконтрол здесь. Будет ли врываться? Но перед ним только ППД. А это не та цель, которую хочется захватить. Запрыгнул. Да. Все-таки цепляет ППД. Решил его убивать. Но это не то. Один фраг лучше, чем ноль фрагов. Несмотря на то, что было потрачено два ультимейта. Но сейчас есть возможность зайти немножечко, так немножечко пощупать хайграунд. Я понимаю, что на нижней линии уже неплохо так его пощупал. Матумба-мен. Ну, почему бы сейчас еще по миду не забежать? Зай. Понятно, чем будет заниматься. Шведская кровь она такая. Но тут сложно будет, конечно же, засплитушить фурионом четвертой позиции что-либо. Ставится агрессивная паутина. Оп. Врыв. Баш. Ну, это Миракл. Извините, как бы тут баши по заказу. Да, у парня все-таки премиум аккаунт в доте. Тут как ни крути. Ни у кого из нас такого аккаунта нет. Матумба-мен. Спокойненько отбежал. Кираска есть. БКБ готовится к следующим. Есть уже ходу в Defiance. Есть блин. Будет доделывать пайп себе майн-контрол. Мы видим 16 вардов поставил куров. 13 зай. Всего 6 ппд. Ну, по понятным причинам. Все-таки за это удобнее делать. Аганим появился на Некрофсе. Важный момент. Если выключить из файта, это надолго. Слушай, интересное решение. На самом деле, первым артефактом брать здесь Аганим. Слушай, есть Теул, есть Аганим. Выживаемость имеется. Статы есть. Надо пробовать. В принципе, если рассчитывать на то, что драки будут вот такими, как была прошлая драка, то возможно, да, это действительно имеется. Очередной Рошан. Но должны за него подраться как-то оптик гейминг. У них все есть. Они даже не узнают, что Ликвид не убьют. Таймеры должны быть. Должны все прекрасно понимать. С карты все пропали. Никто ничего не пушит. Но это печально. Это Аегис сыр. Ну, мы видим опять Аегис забирает бруда. Сыр на этот раз у Урсы. Все-таки рассчитывают, что Матумба Мэну, этот самый Аегис Фоморду, будет пополезнее. А Миракл с сырочком. Миракл пока с сырочком. По этому делу, ни в коем случае нельзя выкладывать топорик. Ты играешь против Зая. Против этого персонажа в любом случае нужен топор. Прыжок. Бэтрайдер. Прыжок. Забил Зая. Подтащил к Джейджу. Будет комбинация станов. Firefly работает. Минус Зай. Ну, это простой фраг довольно. У Фуриона шансов тут нет уйти. В самом деле тут действительно никак не выживешь, учитывая, что имеется еще и Спирит Весель, я так понимаю, у Джейджа. А тут вообще никак не убежать. Да, у Джейджа Спирит Весель. Тут же Смоу, кстати, активировал сейчас. Точнее он переложил себя в активный слот. Так что, возможно, мы увидим скоро какой-то неожиданный, прямо ближе к базе соперников, Смоу Ганг от Липтик. От Липтик. Понял? Почему так легко для Ликвид сейчас? Не могу сказать, что легко. На хайграунд они пока зайти не могут, а играют они против Фантом Лансера. И как отметили наши аналитики, против Лансера это не особо много что есть. Когда он раскачается, Тарасочки, все дела, Пайкатс может здесь почудить. Поэтому время играет против Ликвид. Преимущество оно, конечно, есть. 12 тысяч это даже очень хорошо, но его надо реализовать. Пока это просто деньги и не более. Ну, деньги и не более оно, конечно, да, но неприятненько. Неприятненько в любом случае. Много-много зависит, конечно же, от Некровса. Если в драке он сможет пожить, если в драке он сможет дать немного хила и в нужного персонажа косу в нужное время, и не один раз. Это будет хорошо. Это шанс. Тут никто не говорит о том, что, наверное, оптиками из этой ямы уже не вылезти. Вопрос в том, почему пока Ликвиды не особо агрессивно играют с Аэгисом, у которого мы видим 3 минуты осталось. БКБ хочет Матумбу, чтобы ничего не бояться врыв. Все хотят БКБ. Пошел Сайланс, Матумба начинает грызть. А где ТП? Минус Армор. Надо плюнуть. CNC даже не пытается добраться до Шрайна, а то он бы его сгрыз. Я не понял, почему не ТПшились. Наверное, сразу была инфа, что вряд ли поможет. Ой, ППД, надо бежать. Надо бежать, потому что сейчас будет рейндж-свапа. Вот он, рейндж-свапа. ППД отправляется в таверну. Ты видел это? Просто под свап в ту же секунду заехал булыжник. Прям вот в ту же секунду, как только ППД оказался на месте. Может быть, слушай, у меня глупый вопрос. Может быть, поэтому они выиграли Интернешнл? Да, они умеют играть в доту. Это выглядит именно так. Это действительно выглядит так, великолепно. Пока исполняет, конечно, связка саппортов команды Ликвид. Связка коров тоже довольно неплоха. Парень в оффлейне я слышал тоже в прошлой игре. Бегал Гадлайка в этой. Соло выиграл триплу или даблу, или кто-то там не приходил. В общем, пока в форме Ликвиды. Это однозначно. Пытается кого-то здесь найти, отогнать байката. Пытается отзонить вообще от фарма игроков оптик гейминг. Но это получается. Это получается. Ты знаешь, вот использование Оегиса в таком стиле тоже работает. Если у вас Оегис, это не значит, что ты должен идти искать файт. Ты можешь просто-напросто загнать соперника на хайграунд. Попытаться зафармить абсолютно весь его лес. Сейчас затыкать его какими-то вардами, какими-то сетками и так далее. И вот этот вот график, вот эта вот кривая смерть и будет идти вверх, вверх и вверх. Ну что, победи. Рядом с иллюзиями бегает с ними безопасней. Согласен. Они хоть как-то защищают. От чего? От всего. От бруды? Да. Возможно, возможно. Ну, потом все равно может не пойдет рашить до конца, когда там ману выжгут ему. Так, ну что, заход на хайграунд будет, нет? До БКБ копейки остались в Миракл. 10-ти секунд на БКБ и он решил купить себе БФ. А почему бы и нет? Вот так он будет справляться с пеньками и иллюзиями Ланцера. Ну, вообще неплохо, да. Ну, есть, конечно, там разные Малштромы и Меланеры и так далее, но БФ не нравится больше. Мне больше нравится БФ, да. Да, он как бы и манку дает лишнюю Урси, которой не хватает. Вот он Блэкинг Бар, который скоро прилетит к Матумбе. Майн-контрол уже готов. Ой, Варди, Варди, Варди. Майн-контрол. Они их видят. Прекрасно видят все. Надо идти ломать эти Вардики. Нужно 33-му прыгнуть. Пуки! Нападают на Варди! Пауканы! Ай! ППД подставился. Есть Юл, засейвили. ППД успели что-то сделать. ППД дает новую. Погибает моментально. Матумбомен к Эликсприи. Отбежать. Отбежать. Вот, вот он! Вот он! Лассо то, что я говорил от 33-го. Надо как-то засейвить 33-го. Будь ли Юл не будет, Юл! Здесь бай-байк Куро. Сва пошел. Потащил пайкаты. Есть Доббельганка. Прыкнул подальше. Скинул себя стаки. Они фуловые. Сцепили на развороте. Но там Кримсенгвард работает. Иллюзии практически урон не носят. Врыв от мира! Он съел Фантом Ланцера! Видите, они просто фуловые. У них у всех минимум по 90% хп. Там немножко просил Матумбомен, но он не боится вообще. Потому что... А что его бояться? У него через 27 секунд Эггис пропадет. Он отригенится. Здесь параллельно пытается Зайчик сделать хоть что-то. Понятное дело, что очень сложно. Не хватает дэмэджа. Не хватает этих пеньков. Мид будет сейчас потерян. Это правда. Матумба под ультимейтом. Очень много урона с руки. Подходится на 33-й. Он после байбэка. Ему ни в коем случае рисковать нельзя. Потому что если будет какой-то свап или врыв, Миракл на страже. Матумба отступает. Пошел вы его в террор. Айгис еще есть. Айгис прямо сейчас заканчивается. Прям сейчас. Вот он реген. Матумба фуловый. Реген как же вовремя. Здесь Миракл сделал уже мега килл. Еще один фраг от Миракла. Уже даблкил. Миракл может сделать триплкил. Миракл может продолжать. Надо убивать сейчас 33-го. Еще раз зацепили его урна. На него спрятался. Пока бить не могут. Но Миракл скоро клэпнет. А Миракл прямо сейчас будет клэпать. Это ультракил от Миракла. Четыре фрага от Амара. И Т4 Амара будут падать прямо сейчас. Тим Ликвид как поезд какой-то. Как асфальтоукладочный каток проезжается по оптикам. Вообще никаких шансов. 30 минут. Фантастическая игра. Опять укладываются в 30 минут. Если бы написали GG Optic Gaming. Хотя тут, как мне кажется, гудгейм. Потому что голый трон стоит. Некрофис появится только через 40 секунд. Пайката зацепили в очередное лассо. Подтаскивают GH. Есть stun. Матумба тоже здесь. Это гудгейм. Это гарантирует гейм. Вау. Вау. Просто слов нет. Невероятно. Мощное исполнение от команды Ликвид. Супер крутая игра. Вот мы видим их. Они хорошо сделали свою работу. Чемпион так и должен начинать. Ну и PPD на ваших экранах. Питер в чудесной кепке команды Houston Outlaws. Команды Overwatch League. Если следить за Overwatch, может быть, знаете. Они, я так понимаю, дружат с Optic Gaming. Что-то такое. Или одна организация. Но мы видим, что немножко PPD. Понятно, дело расстроен. Вот он Zai. Он понимает, что ничего не мог сделать Zai. Ну вот ничего. Как бы, возможно... Возможно, и правильный был пик. Возможно, ну я не знаю. Я не знаю, как оно вышло. Вот он, Матумба. Смотрите, доволен. Матумба говорит, все нормально. Мои шорты помогают. Ну и пожимают ребят друг другу руки. И Zai, и Kuro. Все они друзья, понятное дело. Все эти парни прекрасно знакомы. Все эти парни большие-большие коллеги. Ну и вот он Miracle. Последним уходит со сцены. Вопросов к Liquid нет. Вообще. Есть вопросы к Optic? Так, не знаю. Мне кажется, просто не тот уровень немного. Optic, конечно, хороши. Но вот когда они встречаются с Liquid. А Liquid именно это фавориты. Это прям жесткие ребята. PPD ничего не может сделать. Он сам приходил на линию на своей Crystal Maiden. И он помирал от этого Batrider раз за разом. И он возвращался и опять умирал. А что он мог сделать? Ему надо было как-то охранять PaiCata. А охранять PaiCata было нечем. Да, ну что же. Первая серия закончена. Liquid Optic. Мы понимаем, что вы все здесь собрались не для того, чтобы посмотреть на Liquid и Optic, а для того, чтобы посмотреть на следующих две команды. Поэтому прямо сейчас начнется самая важная часть International. Самая интересная. Но более детально про нее, конечно же, расскажут прекрасные, очень красивые ребята с великолепными галстуками. Иван, у вас просто великолепный галстук. И именно вам я передаю слово. Лезть я и правда очень люблю. И мой галстук действительно хорош. Но не так хорош, как Liquid в матче против Optic Gaming без каких-либо шансов. И на второй карте закончили они свою пользу ее. И таким образом, со счетом 2-0, уже как минимум гарантировали себе пятое, шестое место на этом The International. Ожидаемый результат? Наверное, это да. А сколько, кстати, этот денег, Максим? Где-то полмиллиона. Да нет. Неплохо. Бухгалтер. Вот так. Да, молодцы. Ну, откровенно говоря, это самая слабая пара, ой, самая не слабая, а самая непропорциональная пара получилась здесь, Liquid против Optic. Ну, Liquid очень сильный, а Optic, ну, по сравнению с Liquid, они на самом деле очень слабые. Оптик могут посражаться там с кем-то, но не с Liquid. Ну, вот в нижней части сетки они, собственно, и посражаются. Ну, да, вполне, вполне. И даже могут дойти, опять же, до топ-8 какого-то, но здесь, ну, прям вообще без шансов. Просто было видно, что уровни разные. Ну, тут даже если посмотреть по халайтам, вообще не должно такое происходить. PL – это как один из контрпиков тому же самого Бэтрайдера. Вот в конце как раз еще предлагали аналитики взять Сларка тоже как один из вариантов. PL очень хорош, но тут в этой игре происходило все наоборот. То есть Бэтрайдер ходил и овнял PL. Понятно, что не один при поддержке этого Спирита, но все равно. В любом случае они по-другому никак не могли свапать, пересвапать линии, потому что все-таки некров составить против Бэтрайдера. Бэтрайдер – это его как раз-таки контрпик, он неплохо его прожигает, и поэтому пришлось так и лайн поставить. И, кстати, было заметно, что это заготовочка. Заготовочка. А у нас тем временем начинается интервью. Пришел к уроке для того, чтобы пообщаться с Кейси после своего матча. Поэтому мы сейчас приступаем к прослушиванию. Да, наверное. Расскажи про группы. Можно ли сравнить группы и плей-офф? Как мы начали играть в плей-офф? Мы просто перезагрузились после группы. Группы для нас – это просто первая часть турнира. Плей-офф – это вторая часть турнира, и, конечно же, она намного важнее. Есть вот этот день между группами и плей-оффом. Некоторые команды не могут справиться с результатами групп. Мы же справляемся и перезагружаемся полностью. Когда мы смотрим, как вы играете, вы настолько уверены в себе. Ваша ментальность, ваши эмоции, они настолько собраны. И как для вас начало восьмого интернешнала было, если сравнивать с началом турнира на седьмом интернешнале? Хороший вопрос, Кейси. В прошлом году мы были похожи позициями, были фаворитами, но в этом году я сказал себе, я не хочу делать те же ошибки, которые я делал в прошлом году. Поэтому, на самом деле, самое важное – это то, как мы себя чувствуем, когда мы сидим там, в кабинке. И в этот раз мы подготовились, мы чувствуем себя великолепно. Какие ошибки ты должен пофиксить? Это мой секрет, я вам не расскажу про это. У вас был день отдыха. Ай, у вас теперь день отдыха перед следующим матчем вашим. Скажите, что вы будете делать? Вы будете играть или вы будете как-то отдыхать? Конечно, мы будем немножечко отдыхать, мы будем немножечко без Доты, но, конечно, будем смотреть абсолютно все игры, мы будем готовиться к другим командам, будем готовиться к потенциальным соперникам. Если говорить о других командах, то, что отличается этот год от прошлого года, очень много героев на этом интернете появляется в пуле. Как ты думаешь, почему так меняется мета, почему так меняются герои, и почему такой широкий Редж у всех? Дота – это просто великолепная игра, ты можешь играть на абсолютно любом герое, ты можешь быть супер креативным, ты можешь брать персонажей, которые вообще не появлялись. Я думаю, что в этом году команды очень сильно уважают другие стратегии, стратегии не только своей команды, но в этом году есть ощущение, что каждая команда, в этом году команды просто-напросто забирают стратегии без каких-либо комплексов у всех других команд, играет всем абсолютно, что есть в Доте, и это очень круто, потому что уровень игры очень высокий. Мы много слышали, что все что угодно может произойти на Интернешнл, ты согласен? Да, конечно же, Интернешнл отличается от всех других турниров, и может все что угодно случиться. Кура, с кем ты хочешь сыграть? С Paris Saint-Germain LGD в среду, либо с Virtus.pro? Рита, две моих любимых команды, дайте я подумаю. Обе команды просто шикарны. Это уже кажется, что это гранд-финал, если мы играем с ВП, либо с LGD, каждый раз для нас это почти гранд-финал, мы хотим сыграть просто с командой получше. Поздравляем вас с победой и увидимся в среду. Ваня, вам слово. Команда Liquid может отдохнуть, у них будет день отдыха, и смогут они подготовиться к своим следующим оппонентам, будь то Virtus.pro, будь то LGD. Ну, а мы продолжаем следить за хайлайтами второй карты, и еще пару слов скажем про прошедший матч. Ну, в прошлом году Liquid находились немного в другой ситуации. Они матчей Invictus Gaming проиграли, оказались в сетке лозеров, сейчас они дальше идут по верхней. А вот оптикам достанется, возможно, неприятный соперник. Я сейчас посмотрю по сетке, кто им может достаться. А можно пару слов еще добавить по поводу игры, про анализ? Да, конечно. Вот оптики, вопрос был, почему они не банили Бруду в первой стадии, как бы против Liquid. Они, я думаю, тем самым, что взяли Tini в начале, они как бы Бруду не опасались. То есть, условно говоря, там Tini отлично в связи с Брудой. Но у Бруды немножко другой мансет, у них чисто тут сноубольный пик, и получается так, что Tini там перекачивает Бруду, а Матумба просто при этом фармит весь лес. Даже при том, что он принес себе вард, заблочил большой пул, снес Тауэр, там его, правда, Бруда заданала все равно. Я вот следил за этой Брудой 18 минут. 11-ая минута ПТ, Диффуза, Медалька, Роша, минус Роша на 15-ый. Как бы это немножко имбалансные герои. То есть, они просто идут на 20-ый и сносят после этого. То есть, все-таки, наверное, с этой Брудой лучше даже забанить. То есть, не важно, что у тебя есть контрпик в плане на лайнинге. Все равно не получается играть. И учитывая, я думаю, если бы оптики и Ликвиды плюс-минус были бы равны по скиллу, то у оптиков был бы нормальный пик. То есть, если бы сейчас вот тут Ликвиды где-то бы там подошиблись, на лайнах похуже сделали, игра бы не была 20-30 минут. Но тут просто классом выше. Мне кажется, Бедрайдер был большим удивлением. Особенно вот этот вот с Вангвардом, с Худом. Это такое новшество специальное от Mind Control было сильно. Было реально очень сильно. То есть, все в мире привыкли к тому, что Бедрайдер — это Fast Dagger, это инициация, это, соответственно, исключительно такого плана герои. Но здесь это товарищ, который наносил просто кучу дэмэджа, который был неубиваем, который просто буквально сжигал вообще всех и вся. Да. Ну да. Ну, сейчас можно обратить внимание, вот еще недавно был популярен Magnus. Да. Магнус, конечно, не сжигает всех и вся, но зато он стягивает. И тоже там играли люди в Blink, покупая каким-то вторым-третьим слотом вообще после Вангуарда, после Кримсона, ПТ, там еще чего-то по мелочи. Потом брали Blink, а иногда и потом не брали. Ну, то есть сейчас, ну, можно начинать мыслить по-другому, нужно точнее уже. Это раньше была задача бетрайдерам пойти в сложную, кое-как там постоять и кое-как купить Blink, чтобы потом дать одну кнопку нажать и надеяться, что твой кэрри убьет вражеского. Сейчас каждый герой, от него очень много зависит, очень сильно изменилась вся игра. Даже видно, как Virtus.pro Solo теперь фармит тоже на своей пятерке. Уже, ну, невозможно играть, ничего не имея. И бетрайдерам тоже. То есть ты скорее вложишь 2000 в Vanguard, чтобы иметь возможность где-то затанчить, что-то пофармить, больше, реже возвращаться на базу и так далее. И просто ситуативно так вышло, учитывая, что у них сноубольный пик, когда он покупает себе этот Кримсон, там PL с иллюзиями ничего не наносит. Они собираются в пятером и вот этот дэмэдж от Кримсона, ну, вот просто нечем пробивать. И пинки тоже самонимелируются. Это не первый бетрайдер на этом турнире, вот именно через такой билд. Я могу ошибаться, но, по-моему, Фата из команды Secret тоже минут на сороковой даже не имел дайгера, он купил себе все, что угодно, кроме этого конкретно предмета и был хорош. И был хорош, но проиграл, по-моему. Нет, не единственное. Это далеко не первый бетрайдер. Точно их было довольно много. Какие там были билды, честно сказать, каждый билд не упомнишь, что называется. Но почему бы и нет? Нет сейчас героя в доте, которого нельзя использовать, Иван. Нет его. Кроме Текса, конечно. Я вот еще не понял тут концепцию Фуриона. Может, если вы поможете, мне объясните. Потому что Фурион, что он может сделать в этой игре? Бруда его с линии прогоняет, по игре его урса с башером убивает, бетрайдер с даггером ловит. Вот я конкретно не понял тут задачу Фуриона. Я, честно говоря, тоже. Но, вероятно, это общая его идея вообще. Это просто усиление линии. И, соответственно, ну, опять же, просто пеньки плюс Фурион гоняют суппорта, гоняют керри. Один герой с нафарминг. Как бы да. По игре я не понял тоже. Как бы на первом линии с двумя фэрифайерами, там с пеньками, да, он самый, наверное, сильный с этой тычкой. Но игра же не заканчивается на стадии лайнинга. Да, да, в том-то дело. Но есть, опять же, видимо, была уверенность, что Фантом Лансер отожрется и просто всех убьет в конечном итоге. Но был сожжен, как и все игроки команды Оптик. Это просто герои Оптиков, потому что они с этим Фурионом именно на четвертой позиции уже пару игр сыграли в рамках группового этапа. Видимо, подумали, что здесь можно тоже попробовать что-то такое провернуть. Не получилось. Я не знаю. И с Оптик спроса нет, мне кажется. Я бы ничего не спрашивал с Оптик. Они попали в эти Венера. Вот повезло им в какой-то степени, что они смогли до туда добраться, просочиться. Балансы большие. Круто, здорово. Но, наверное, это самая слабая команда в Венерах, которая играла чуть ли не против самой сильной. И тут просто было видно, что уровень настолько разный. Ну, можно задать вопрос, а зачем тот, а зачем этот. Но у меня почему-то есть стойкое ощущение, что если бы они поменялись пиками, то все равно выиграли бы Liquid. Вот в чем дело. Вот если отталкиваться от положительного, например, то, как Miracle стоял в топе на Урсе, у него однозначно должны были быть проблемы по игре. Потому что, когда ты стоишь против некрофоса, у него с Гошрау, ты не должен подходить, там его бить, эти удары делать. А у них там постоянно это замануха была, размены, по хп, там пару раз он косой не смог дать, да, там 33. Поэтому вот единственное, наверное, где они должны были проседать, это в топе. Но даже там они выкрутились, и по игре у него суперайтомы были. Просто на классе. На классе, Иван, на классе. Ну, мы ждем оптик уже в нижней части сетки. Они будут играть против команды, которая может им также доставить проблем. Это или Fnatic, или Serenity. Не самые приятные оппоненты тоже и в нижней части сетки. Потому что Fnatic'ам за малым не хватило попасть в верхнюю часть сетки в плей-фе. Они смотрелись, по ощущениям, достойнее, чем оптик. Ну, вот как-то внутреннее ощущение такое. Они в группе A были, там были те самые LGD, там были EG, там были Liquid. И тем не менее, они там закончили, по-моему, на пятом месте. Группа A якобы посильнее. Группа B так визуально смотрится. Поэтому, да, там намного тяжелее было выйти из нее в Венера. Ну, якобы, но мы знаем историю. Обычно, когда ты говоришь, что какая-то группа сильнее, в итоге в топовых местах команды из другой группы вообще. Нет, со мной это никогда не случалось. Ни разу. Нет, нет, нет. Ну, это здорово. В таком случае, действительно, снатик сильнее намного. Да, да. Есть такое дело. Опять же, я согласен. Оптик только вот в последний день как-то внезапно камбэкнулись в Доту и вышли в Венера. Никто не ожидал этого. Ну, они же с аутсайдерами группы там играли, как раз вот в последний день. Да. Ну, это закономерно. Это закономерно. Это закономерно. А вот следующая игра, конечно, она вызывает неподдельный интерес, дамы и господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова